Девушки отдыхают Тёмные сущности, низковибрационные и любые другие сущности тёмных миров, которые интерферируют в настоящий момент с тобой. Время для них остановилось и не могут воздействовать на тебя. Я посчитаю это одного из трёх, и все ответственны за все невидимые спрятанные подключки импланты, все невидимые спрятанные подселенцы и интерференты проявляются в клетке. Один, два, три. У тебя то же самое. Да. У тебя демон, и вот у него над головой вот такая штука. Фантом. Это фантом демона? Нет, это фантом твоего друга с посохом. Открывается портал против часовой стрелки в галактическое ядро. Один, два, три. Фантом уходит в галактическое ядро на переработку первичной энергии. Один, два, три. Смотри, он приколан вот этой иголкой. А, не может уйти. Он хочет, да, но она держит. Вот так же идут нитка через демона и вот в эту иголку. Отлично. Закрывай портал. Не надо, хорошо. И все ответственные за иголку, за любую подключку притягиваются в клетку силы моего намерения. Да будет так. А так и есть. Ну вот там, я бы сказала, это не демон, а чертик какой-то. Волосатое что-то. А ты знаешь, что чертики. Чертик. Так, демоняка, проявляйся, или я сейчас начинаю на тебя божественный свет проливать. И сожгу тебя. Да, он здесь. Хорошо, кто это? Демон. Демон. Ну и у него фантом. Нет, фантом у него. А, он фантом защиты? Но он не защита, он, то есть он действует через фантом, через демона и идет к тебе, вот эта белая полоса. И ответственный за этот фантом силой моего намерения притягивается в клетку. Один, два, три, становится рядом. Да, он здесь. Хорошо. И появляются пентаграммы со всех сторон, огненные пентаграммы. Один, два, три. У нас два демона появилось, получается. Да. Ты посмотри, какая честь. Хорошо. Так, Вера, давай проверим. Включаем скэнер один, два, три. Скэнер начинает крутиться и проявляет любую демоническую присадку, любую энергию, любую, что сейчас в моем теле установлено. Один, два, три. У тебя в ногах что-то. Подсвечивается ярко-красным изнутри. Ярко-красным. Ответственный за подключку проявляется, подсвечивается красным цветом. Один, два, три в клетке. Ну, это вот бесяра этот. Это демон второй, да? Или кто он там? Прочитай цифры над головой. Один, два, три. Это под мастерей его там. Да, десять идет. Понятно. Взял себе на этого. Хорошо. Так, хорошо. Переходим к реверсу энергии. Больше никого нету, кроме этих двоих. Вера, я могу вытащить эту иголку сам? Спрашиваю в информационном поле. Земли, один, два, три. Могу ли я вытащить эту иголку, которая торчит у меня в сердце сам? Ну, вот Тамаля говорит, что не трогая ее, пусть они сами вытаскивают, потому что она может распространиться на руки и дальше. Понятно. То есть там специальная защита не поможет. Хорошо, все понятно. Так, переходим к реверсу энергии. Вера, что? Они пытаются влиять оба. И устанавливается перед ними специальная защита установлена. И включаю ее на 500%. Один, два, три. Любое воздействие на нас возвращается назад в 500 раз. И ставлю их в поток абсолютно. Над ними загорается свет абсолюта. И этот поток накрывает их. Один, два, три. Ну, вот он посохом своим стучать начинает. Этот посох материальный или нет? Спрашиваю в информационном поле Земли. Его можно уничтожить? Как оружие? Давай лампочки, может, установим. И устанавливаются маечки. Если этот посох является органической сущностью, то это загорается красным цветом. Если это не органическая сущность, ее можно уничтожить. Загорается зеленый цвет. Ну, вот почему-то оба горят. То есть он как живлен в него, что ли? Так, ладно, это мы потом будем разбираться. Так, я объявляю программу на сегодня. Шутки закончились. Сейчас начинается реверс энергии. Кто будет мешать реверсу энергии, начинается моментальное воздействие. После реверса энергии вы вытащите все, что оставили в моем биополе. После этого будет проведена проверка. Так, приступаем к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Влада спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужерудную, негативную, патогенную, низкую аббрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Он мог получить от них. Возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз. Воздействие пытаются на тебя сделать? Пытаются, да. Но им идет обратно. До обитых. И над ними со всех сторон зажигаются огромные огненные пентаграммы. 1, 2, 3. Усиливаем свет пентаграмм. Ослабляющий любую негативную попытку воздействия даже на нас. Знаешь, у меня ощущение, что здесь еще какой-то гуманоид есть. К нему идет канал белый. И информация идет, что он смотрит за войной добра и зла. Он находится в клетке или он находится в этом? Он находится в клетке. Кто такой? Подходим к нему. Считай информацию. И почему он в клетке находится? Ну, он в твоем биополе был. Он брал какую-то энергию? Ну, раз белый идет к нему. С какой цивилизации? Он говорит, что любой, кто на меня воздействует в моем биополе, входит в мое биополе, силой моего намерения будет отправлен в галактическое ядро. Это не пустые слова. Я об этом говорил вчера демон, но демон не понял. Сегодня будем проверять. Так, я спрашиваю, что ты делаешь здесь, Орионец? Вера, сколько у тебя процентов энергии? У меня нормально, 800. Отлично, хорошо. Он отвечает или нет? Ну, смотри, идет информация, что он хотел почувствовать что-то. То есть он пытался твои чувства прочувствовать как-то так. Он видит это копье в моих руках? Да, он видит. Он знает, какое чувство оно приносит, когда им бьют на чистоте Орионца? Неприятное. Безусловно. Вот я и хотел спросить, какого хрена ты зашел в мое биополе? Что ты там делал? Ты для меня враг, ты интерферент. Я не знаю просто, как с тобой поступать. Интерес был сильнее. Тебя кто-то прислал или ты сам пришел? Тебя кто-то прислал или ты сам пришел? У тебя был товарищ здесь, Орионец. Это он тебе сказал? Нет. Хорошо. Так, что у нас с реверсом происходит? Все вернули? Нет, они забрали. А, все забрали. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Влад забирает чистую, божественную, светлую энергию. И обратно пошла божественная, чистая энергия. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. И до последней капли возвращает Влад себе обратно. Он хозяин своей энергии. Возвращает все свое себе обратно. Да, я здесь. И я хочу сказать, что вот от этого гуманоида канал, который к нему есть, он непрозрачный. Я не вижу, что там происходит. То есть я думала, что это белая энергия плотная. Но на самом деле он, вот сам гуманоид белый, да, какой-то. И вот это вот тоже белая канал. То есть сделай его прозрачным. Я не знаю, что внутри. Хорошо. И все разморозились. И я даю команду, канал гуманоида становится прозрачным, чтобы можно было видеть внутри, что там идет. Один, два, три. Ты знаешь, к нему идет, как будто цифры какие-то. Так, гуманоид, я спрашиваю, что ты у меня воровал? Мне начинает это надоедать. Твой генетический код какой-то. Да ты офигел? Вообще уже или что? Зачем тебе мой генетический код? Ну, он говорит, что ты интересный. Да ты офигел или что? Ты меня спросил вообще мое разрешение на мой генетический код? Знаешь, он говорит, что нам он нужен для дальнейшего выживания. Я с тобой не собираюсь своим кодом делиться. Я вообще с тобой ничем не собираюсь делиться. И почему Вера не понимает, чего к нему идет? Должен от него идти. Я даю повторный канал на реверс энергии. Так, и в порядке реверса Влад забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Влад себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. У кого пошли каналы, опиши. Ну, вот у этого гуманоида пошел фиолетовый поток, такой мощный. А красный от демона 10 уровня. И вот от второго он блокирует канал. Второй блокирует. И посох начинает гореть в клетке. Один, два, три. Посох горит силой моего намерения. Ярким голубым пламенем. Пожественной энергии пошел поток сверху. Один, два, три. Прошу энергии отца. Ну, вот он пытается защищаться, как-то крутится, какие-то движения делает. И посох вырывается из его рук и становится отдельно от него в клетке. Один, два, три. В другой клетке. Один, два, три. Он не может до него дотянуться. Остановись, говорит. Нет. Ты мне вставил нож в сердце. Ты говоришь, я тебя остановился? Нет, нет, нет. И я подхожу и включаю еще свет семи архангелов на своей печати. И бью его мощнейшим потоком божественной любви Абсолюта. Один, два, три. Пошел свет. Ну, его как током бьет. А посох где находится? В другом отсеке, грубо говоря. Отлично, хорошо. Так, демон, я тебе говорю серьезно. Если ты сейчас не прекратишь блокаду энергии, я начинаю на тебя воздействовать страшнейшим образом. У меня есть пару идей. Какие будут предложения? Все, отдавай свою энергию на счет три. Один, два, три. Пошла энергия назад. Зеленая и голубая энергии идут. Гмоноид закончил. И этот нижний тоже закончил. Хорошо, этот еще идет, да? Ждем, пока не закончится. Отдал. Хорошо. Так, и я даю команду всем вытащить из биополя все, что находится в моем теле. Малейшее, малейшее, и предупреждаю, один раз говорю, малейший обман начинается воздействие на страшнейшем уровне. Я просто открою сейчас крышу и дам сюда свет абсолютный, все, залью им. Поняли? Начали, приступили. Вытаскивайте все. Ну, вот этот говорит в десятом уровне, чтобы он снял все. Ну, сейчас проверим, кого будет. Я имею в виду, он сам не пойдет снимать, он ему говорит, чтобы снял его подключки. Посмотрим. Мы сейчас посмотрим. Наблюдай за иглой. Или шила. Ну, вот он подошел к ней, пытается вытянуть ее. Вот достал. А снизу он убирает, с ног убирает он, с живота тоже он убирает у тебя что-то. Значит, будем вести личную войну. Хорошо. Посмотрим сейчас. Это, значит, месть, я так понимаю. Хорошо. А вот этот гуманоид, он у тебя с головы, как цифры, знаешь, снимает. Как будто он обклеил всю голову твоими цифрами. Да он офигел, или что, я не пойму, гуманоид. Ты что там сделал вообще? Забрал тоже. Хорошо. Все забрали? Да, все забрали. Блокируй все каналы, предлагает он, как копия Влада, поменять полярность всех подключек чипов и датчиков, имплантов и конвекторов и нанести импульс высокооперационного. Отсекаем все каналы мощным шоковым импульсом в 1 миллион герц. Отстегнулись. Никого не тряхнуло? Нет, все отстегнулись. И я даю изнутри яркий свет. И он подсвечивает, если что-то в моем биополе еще осталось. Он загорается ярко красным маячком. 1, 2, 3. Это все чисто. Хорошо. И я подхожу к гуманоиду. Ты не понял, о чем шла речь. Открывается портал в галактическое ядро на счет 3, 1, 2, 3. И все его причиндалы, все, что он принес, все, что он на мне устанавливал, улетает в галактическое ядро на переработку первичной энергии. 1, 2, 3. Открывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, я еще раз тебе говорю, гуманоид, я сейчас на тебя еще начну воздействовать, если я не услышу от тебя ответа, что ты никогда больше в это биополе не зайдешь. Если тебя второй раз выловлю, а я через день буду приходить, я тебе говорю, ты по частям вернешься на свою чистоту. Ты это понял? Понял. Открывай копьем наверху портал против часовой стрелки на его чистоте. 1, 2, 3. И вышвыривай его нафиг туда, в тот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй и ставь крест мой. Готово. Так, подходим к этим двум демонам. Кто поставил иглу, загорает ярко-зеленый свет. 1, 2, 3. Ну, это большого работа. Хорошо. И эта игла с силой моего намерения устанавливается у нее точно в том же месте, куда он мне ее установил. 1, 2, 3. И я благословляю именем отца эту иглу. И она входит в его биополе. И сжигает все внутри, чтобы он прочувствовал, как это на себя. Ну, он как вот хватается за это место, да. Благословляю эту иглу именем отца. Она вошла в твое тело, в точно такое же место твоего никому не нужного сердца. И сжигает тебя огнем любви отца. Чтоб ты понял, куда ходить не надо. Причит. Хорошо. Я делаю запрос. Я прошу Архангела Михаила сейчас ответить мне на один вопрос. Уважаемый Архангел Михаил, будьте любезны, пожалуйста. Говори. Архангел Михаил, у меня сейчас находится вот этот, вы знаете, о ком идет речь. Я хотел спросить, могу ли я уничтожить его посох? Он не понимает. Он постоянно будет приходить и стрелять из него. Это материальная вещь или нет? Там нету ничего живого. Если это не живое, я могу это уничтожить. Я это хотел спросить. Это его артефакт. И что? Если он против меня его применяет, я прочитал манифест, где я сказал, что все, кто приходят в мое биополе, уходят в галактическое ядро. Это не пустые слова. Он об этом знал. Это будет бесконечная война. Он каждый день будет приходить и втыкать в ней иголки. Идет информация, что артефакт, как вот у вас, говорят, рукописи не горят, так же артефакты, их нельзя уничтожить. То есть ты можешь его выбросить, да? Галактическое ядро, но он все равно останется у него. Попробуй. Какое-то время он будет без него. Хорошо, демон. Я понял так, что на тебя ничего не действует. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И посох, если он не является живой, уходит в галактическое ядро на переработку. Пошло туда. И сразу говорю, любое, что я буду находить, будет уходить в галактическое ядро. Все. Закончилось терпение. В общем, он его как-то делает, потому что у него в посохе есть вот этот круг, светящийся с его энергией. Понятно. Вот сейчас оно ушло. Буду все сжигать, все посохи, которые я найду в своем биополе. Каждая иголка твоя будет в тебе сидеть. А иголку тоже выбрасывать? Нет, иголка остается у него в том месте, где она сидит сейчас. Он ее чувствует, хорошо? Он ее достать пытается. Да? Ну, пусть попробует, давай понаблюдаем. Я жду потом, когда он напытается и захочет мне что-то сообщить. Пусть мне тогда скажет. Может, а сейчас сюда придет Алексей? А знаешь, от этого посоха остался фантом. И открывается портал против часовой стрелки и фантом уходит в галактическое ядро на переработку в чистую, первичную, божественную энергию. Готово. Закрывай, опечатывай, растворяй. Все, Вера, оставляем тогда этих. Подходим к этому гуманоиду еще раз. Так, мы его отправили. Мы его отправили, все. Остался у нас демоняк вот этот второй. 12-герцовый, да? 12-герцовый. Ты готов уходить? 10-герцовый. А, 10-герцовый. Ты готов уходить? Да, он готов. Хорошо. Еще раз здесь я увижу. 11-м уровнем точно не станешь. Открывается внизу портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И демон уходит на свою чистоту, забывает дорогу назад. Ставь огненную, закрывай, опечатывай, растворяй. И огненную пентаграмму сверху. Надоели. Готово. Хорошо, Вера, давай заправлять меня энергиями. Сколько мне нужно? Или я уже заправлен? 150 тебе надо. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Частота моих вибраций поднимается. До скольки? Вера? 37. 137 герц. Пошел подъем. Ну вот черный ты уже заправлен. И идет очень много фиолетовый. И остальные все цвета. Отлично. Фармирует вокруг меня защиту. Постоянная защита. Ну а мне сделает тоже такое? И... Хорошо. Сколько тебе процентов энергии? Поднять? И поднимаем до 800 процентов. 35 дней в году. В любом состоянии, спишь ты или не спишь, ты защищена. Непробиваемая. 1, 2, 3. Защита действует. Защита активирована. Я сказала, что ты готов, но хотела сказать, что вот эта защита, она знаешь, такими лучами бьет в разные стороны. Отлично. Сейчас я чуть окошко приоткрою, а то от этого ада жарко стало. Хорошо. Хорошо, мы готовы оба. Хорошо. Так, демон остается в клетке. Иголка торчит у него, да? Торчит. Очень хорошо. И давай усилим вибрацию, божественную вибрацию этой иголки. 1, 2, 3. Как он мне ее крутил? Такие. И она у него начинает крутиться в сердце его демоническом. Пусть прочувствует всю любовь. Хорошо, Верочка. Давай переходим к работе. Давай. Алексей тогда первый брать, да? Давай, пока он здесь. Субтитры сделал DimaTorzok